Очень символично. Сейчас я нахожусь в городе Туапсе. Это город, в котором я родилась. Жила тут по 12 лет. Практически все мое детство прошло в этом здании. Раньше он назывался Дворец культуры моряков. Я в вокальной студии тут занималась вокалом. И если бы у меня не было амбицией, если бы у меня не было безумного и дикого желания взять от этой жизни максимум, который возможен, я думаю, что мы бы с моей семьей так и остались жить тут. Тут живет большое количество людей, которые любят, обожают этот город, которые не хотят жить в каком-то мегаполисе, которым это просто не надо. Любят город Туапсе. Это, к слову, о выборе, ребят. Если бы я не хотела в теле, если бы я не хотела быть самостоятельной, самодостаточной, единицей, чтобы ни от кого не зависеть, ну, если бы не было бы просто другое мышление, да, я бы так и осталась. Думаю, жизнь в городе Туапсе, вышла бы замуж, родила бы ребенка, была бы просто мамой и просто чьей-то женой. Для многих это и есть идеальная картинка жизни, тихий семейный быт. Не все женщины-карьеристки, не у всех женщин есть амбиции. И это неплохо и нехорошо. Мы просто все люди с вами разные. И слава богу, что мы разные, тем интереснее жизнь. Но все, что я имею, я же очень четко понимаю. Это все благодаря тому, что я вырвалась с маленького города, что я рискнула, что вначале рискнула моя мама, поверив в меня, переехав в Краснодар. Потом рискнула я уехать в Москву. Потом рискнула я пойти на Дом-2. Потом не побоялась я стать ведущей на Доме-2. Потом ушла с этой должности и сделала полностью упор на свой блог. Вы думаете, мне было страшно? Было очень страшно. Очень страшно. Потом приобрела одну квартиру, потом вторую. И дальше по списку вы все это знаете. Было очень страшно. И сейчас мне страшно делать что-то новое. Потому что я одна и у меня двое маленьких детей. И мне очково допустить какую-то ошибку в своей жизни, как любому из вас. Но я понимаю, что там, где страх, там расширение. И я осознанно в него иду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!